Какие функции стандартной библиотеки? Отличием этих списков формальных параметров является присутствие в них ключевого слова restrict. Что же оно означает, когда и зачем им пользоваться? Ключевое слово restrict применяется в языке C только по отношению к указателям. Будучи примененным по отношению к указателям, оно означает, что соответствующий указатель является первым основным инструментом или средством доступа к адресуемой через него оперативной памяти и является единственным способом адресовать эту память. Знание того, что соответствующий указатель является одновременно основным и единственным способом адресации участка оперативной памяти, позволяет компилятору прибегать к так называемой оптимистичной, а не пессимистичной стратегии компиляции. В чем же заключается оптимизм компилятора и какую пользу это может принести нам с вами? Рассмотрим пример. Пусть в некотором блоке определена переменная автоматической памяти A. Заметим, что определение указателя A как restrict указателя, являющегося по совместительству автоматической переменной, совершенно корректно, но практически не встречается в промышленном коде. Как мы только что указали, квалификатор restrict наиболее часто применяется в сигнатурах формальных параметров функций, не только стандартных, но и тех, которые мы разрабатываем самостоятельно. Но предположим, что переменная A как restrict указатель определена. Что дальше? Если далее в коде мы встречаем операторы вида 1 и 2, то это не означает того, что между строкой 1 и строкой 2 не создана или не используется еще одна переменная, которая также адресует массив A, отдельные его элементы, позволяет выполнять с ними те или иные манипуляции. Однако по отношению к переменной A использован квалификатор restrict, что означает, что никаких иных альтернативных путей адресации данного массива не создается и не используется. В этом случае компилятор имеет возможность склеить два оператора присваивания, поскольку первый из них увеличивает значение соответствующего элемента массива вдвое, а второй втрое. Общий результат этих двух операций – изменение значения элемента массива в 6 раз. Именно в этом и заключается оптимистичная стратегия компиляции, которая делается возможной при использовании квалификатора restrict при соответствующем указателе. Если же ключевое слово restrict не используется, то это может означать не только наше нежелание пользоваться оптимистичной стратегией, но и, скажем, существование указателя синонима или псевдонима, который также адресует рассматриваемую нами область памяти. Во втором примере таким псевдонимом является указатель P. В связи с его существованием в коде мы не можем гарантировать того, что между строками 3 и 4 соответствующие значения D, K, T не изменяются. По этой причине компилятор лишен возможности выполнения подобных допущений, не может собрать две строки воедино и свести их к более эффективному и компактному объектному коду, как в первом случае. Возвращаясь в очередной раз к вопросу передачи многомерных массивов в функции, необходимо остановиться на двух основных приемах. Прием первый заключается в том, что передача двухмерного массива связана с передачей функции двойного указателя на начало этого массива и двух отдельных значений, соответствующих размерам данного массива по каждому измерению. Для трехмерного массива мы имеем указатель кратности 3 и 3 отдельных значения его размеров. И так далее, и так далее. Однако в языке оси существует и такой объект, который теперь не является для нас экзотическим, как указатель на массив фиксированной длины. Это дает возможность иначе взглянуть на вопрос передачи массива внутрь функции. В частности, мы можем отказаться от передачи двойного указателя общего вида и двух отдельных размеров, а сконцентрироваться на передаче массива, состоящего из произвольного числа строк фиксированной длины. Именно эта идея закреплена в примере, который вы видите на экране. В данном случае размер каждой строки типа t фиксирован и равен m единиц, в то время как количество строк в этом массиве, равное n, передается как самостоятельный параметр. Обратите внимание и на то, что мы избегаем использования обобщенного и несколько безликого целого типа int для указания типа параметра с семантикой размера. Вместо этого мы используем тип size t, или точнее говоря, std size t. Освобождение комплектов квадратных скобок, которое мы продемонстрировали на этом примере, всегда выполняется слева направо. Поэтому, если говорить о массивах более высокой размерности, то опять же мы имеем право освободить комплект квадратных скобок, который начинает определение формального параметра. Мы можем таким образом освободить один комплект скобок, два комплекта скобок, три и так далее. При этом самые правые измерения остаются закреплены в части размера их элементов. Обратите внимание на то, что передача комплекта пустых квадратных скобок и передача массива с использованием нотации звездочка совершенно эквивалентны, что показывает наш слайд. Еще одна тема, которую мы хотели бы обсудить в контексте разговора о массивах в языке C, являются массивы переменной длины. Массивы переменной длины появились в стандарте C99 в связи с необходимостью переноса обширной кодовой базы с языка Fartran на язык C. Впрочем, не это представляет для нас наибольший интерес. Массивы переменной длины называются так потому, что их размер неизвестен до момента исполнения кода. С одной стороны, задачу размещения в памяти структур переменной длины решали и до появления массивов переменной длины, да и сегодня вы можете ими не пользоваться. Решение задачи заключалось в выделении памяти в программной куче с использованием известных системных сервисов emalog-free. Однако массивы переменной длины в этом смысле гораздо более эффективны. Поскольку они являются автоматическими переменными, то и размещаются они не в куче, а в стеке процесса. Стековая память не требует таких расходов времени на выделение и освобождение. По сути, любое распределение и высвобождение стековой памяти это всего лишь операция по коррекции значения регистра процессора, указывающего на вершину стека. В связи с этим, работа с автоматическими переменными, как вы знаете, гораздо более эффективна, нежели работа с памятью, выделяемой из ресурсов кучи. Поскольку массивы переменной длины выделяются и размещаются в стеке, то мы не можем их инициализировать, коль скоро мы не знаем заранее их длину, но в то же время освобождаются они автоматически при выходе из того блока, в котором были определены, независимо от того, что происходит с вашим процессом. В этом плане их применение совершенно безопасно и не способно привести к каким-либо утечкам оперативной памяти. Рассмотрим, каким образом массивы переменной длины используются на практике. Поскольку массивы переменной длины могут встречаться только на уровне блока, то мы можем встретить их внутри тел функций, в заголовках и прототипах функций. Начнем с прототипов. Если прототип функции снабжен именами формальных параметров, то такой массив переменной длины определяется так, как показано нами в первом из прототипов. В случае, если прототип пишется в ином стиле и имена формальных параметров, как это часто бывает, опущены, то нам необходимо каким-либо образом сообщить компилятору, что речь идет не просто об одно- или двухмерном массиве, а о массиве переменной длины. Для этого нам приходит на помощь символ-заместитель, которым является звездочка. Обратите внимание, что здесь звездочка используется совершенно не так, как мы привыкли в иных контекстах в языке C. Тем не менее, определение массива переменной длины при опущенных именах формальных параметров также возможно. Наконец, внутри составных операторов массив переменной длины определяется так, как если бы соответствующие значения его размеров по каждому измерению были известны заранее, были определены как константы, были определены как литеральные значения. Продолжая разговор о структурах данных, перейдем к структурам в истинном смысле этого слова, к объектам struct в языке C. Как мы уже говорили по отношению к массивам, для массивов характерна плотная упаковка данных, которые в них хранятся, и совокупный объем любого массива как структуры хранения информации в точности равен произведению количества элементов, либо произведения количества элементов по каждому его измерению на размер одного элемента. По отношению к структурам или, иначе говоря, записям, хотя этот термин и не прижился среди программистов на языке C, это не так. Между отдельными элементами структуры или полями структуры, или полями записи могут быть пропуски, обусловленные теми самыми требованиями к выравниванию объектов хранения, про которые мы с вами говорили ранее. Эта проблема носит название «Проблемы упаковки составных типов». Рассмотрим, как возникает проблема упаковки на практике. Пусть в нашем распоряжении есть простейшая структура, моделирующая банковский счет. В составе этой структуры есть элементы, отвечающие за хранение уникального идентификатора счета, имени владельца этого счета, текущего остатка по счету и статуса «Активен счет, либо заблокирован». Самокупный размер элементов такой структуры, определяемый природой типа данных каждого элемента, равен 28 байтам. Однако размер структуры как единого целого, возвращаемый нам операцией «size of» и имеющий тип «std size t», на платформе «x86» окажется на 4 байта или на 13% больше. Причиной этого является выравнивание каждого из элементов на определенную границу, которая продиктована тем, какой тип данных приписан к соответствующему элементу. Совокупный объем этих неприятных, безымянных, неадресуемых пропусков внутри и в конце структуры может быть разным и варьироваться в зависимости от того, какова платформа, на которой мы исполняем код или для которой мы его разрабатываем. К примеру, x86 или x86-64. В каком порядке следуют элементы, а это означает, что реорганизацией или переупорядочением элементов структуры мы можем повысить и понизить ее эффективность, а также тем, какие оптимизирующие действия предпринял компилятор самостоятельно. Как мы только что говорили, реорганизация структуры является одним из способов повышения ее эффективности путем снижения или полного устранения лакун, образующихся внутри этой структуры, между ее элементами, либо в конце самой структуры, например, перед смежной с ней структурой в пределах массива. Реорганизуя структуру, следует прежде всего двигаться по двум основным направлениям. Желательно избавляться от больших, неоправданно емких, тяжеловесных структур, которые целесообразно разбивать на ряд более мелких, за каждой из которых будет закреплена конкретная зона ответственности. К слову, заметим, что понятие ответственности в программировании, в архитектуре программных систем мы будем встречать в рамках нашего курса еще достаточно много раз. Пока же скажем о том, что за любой конкретной структурой крайне желательно закреплять одну единственную зону ответственности. Второе направление реорганизации связано с изменением порядка следования элементов. При этом следует подчиняться ряду эмпирических правил, обусловленных как схемотехникой ЭВМ, так и логикой работы всей вычислительной системы, включая кэш-память процессора. Прежде всего, имея выбор между большими и мелкими элементами структуры, мелкие элементы желательно размещать в начале структуры. Далее, если определенные элементы структуры перебираются, считываются, либо записываются в некотором порядке, то есть существует шаблон доступа к этой структуре, то распределять элементы в памяти тоже целесообразно согласно соответствующему шаблону в порядке чтения, записи и вообще говоря, любой обработки этих элементов. Подкрепление наших слов об эффективности переупорядочения структур данных вернемся к примеру о банковском счете, который на платформе x86 давал нам более 10% потерь при наивном распределении элементов структуры. Предположим, что изначально они были размещены так, как у них нам рассказал будущий пользователь системы в соответствии с тем, как эти элементы были перечислены в техническом задании или по каким-либо иным соображениям, вытекающим из предметной области. Внимательный анализ карты памяти, занимаемой данной структурой, позволил нам сделать вывод о том, что такое предметно-ориентированное размещение элементов неэффективно. Достаточно изменить порядок следования полей баланс и активность счета, как структура приобретает максимальную эффективность, ее истинный объем, как единого целого, сокращается до 28 байт, а количество потерянных байт и доля самих потерь сокращается до 0. Реорганизация структур данных это действие, которое ведет к повышению эффективности программного кода. Но, как и большинство действий, ведущих к повышению эффективности, реорганизация структур данных имеет свою цену. Цена, которую мы платим за повышение эффективности объектного кода это снижение удобства чтения и удобства сопровождения исходного кода. В том случае, если элементы структуры перечислены не в том порядке, в котором это было бы наиболее наглядно и логично с точки зрения предметной области или с точки зрения программиста, код становится менее понятным, более запутанным. По этой причине реорганизация структур данных путем механического перемешивания для достижения оптимального следования элементов является не единственным вариантом решения проблемы, есть и другие альтернативы. Основная альтернатива, помимо декомпозиции структуры на несколько более мелких используемых по принципу все или ничего это максимальное сжатие каждого отдельного элемента структуры. Это выбор оптимальных типов данных в том случае если мы говорим о числовых типах то возможный отказ от традиционных скалярных типов в пользу битовых полей или логических флагов. Рассмотрев некоторые аспекты работы с оперативной памятью обратим наше внимание на кэш-память центрального процессора. С одной стороны навыки работы с кэш-памятью являются необязательными для большинства разработчиков прикладного программного обеспечения но коль скоро наш курс посвящен языку C который так или иначе обеспечивает косвенные возможности оптимизации использования кэш-памяти центрального процессора этот вопрос мы не можем обойти стороной. Само появление кэш-памяти в архитектуре EVM обусловлено тем, что на протяжении десятилетий системная шина все более и более отставала по своей частоте от внутренней частоты центрального процессора. Предпринимались попытки ускорить передачу данных через системную шину конкретнее через шину данных посредством передачи информации по фронту срезу сигнала одновременно по фронту и срезу но эти попытки не увенчались успехом в том смысле что скорость передачи данных все равно не соответствовала потребностям высокоскоростных процессоров. В итоге возникла мысль разместить в самом процессоре или максимально близко к нему дополнительную скажем так сверх оперативную память управление которой было полностью отдано на откуп самому процессору. Иными словами ни одна операционная система на сегодняшний день не занимается управлением кэш-памятью в явном виде. Будучи отделены от процессора множеством абстрактных слоев и системных сервисов мы как прикладные программисты да и программисты системных утилит тем более не имеем возможности напрямую воздействовать на логику работы процессора в плане оптимизации загрузки и использования кэш-памяти тем не менее определенные евристики и определенные приемы все же есть в нашем распоряжении и основное правило или основное понятие основная идея которая заложена в оптимизации нашей работы с кэш-памятью заключается в обеспечении локальности кода и локальности данных в пространстве времени о чем мы и поговорим с вами в ближайшее время переходя к детальному рассмотрению евристик которые помогут нам эффективнее загрузить кэш-память процессора необходимо отметить одно важное обстоятельство кэш-память процессора неоднородна и делится на несколько уровней во всех современных процессорах присутствует как минимум кэш-память первого и второго уровня в отдельных моделях процессоров многих производителей есть и третий уровень кэш-памяти само по себе такое многообразие уровней обусловлено многими причинами от схемотехники до экономики производства процессоров и EVM в целом однако для нас как разработчиков программного обеспечения важно одно существенное обстоятельство кэш-память первого уровня делится на два автономных и работающих параллельно кэша кэш-памяти данных и кэш-памяти кода который иногда также называется кэш-памятью инструкций кэш-память второго и если она есть третьего уровня в этом смысле является общей в ней на соответствующих строках одновременно хранятся данные и инструкции для выполнения но перейдем к вопросам локальности инструкций и данных локальность означает совместное смежное одновременное хранение говоря о локальности данных мы можем говорить о том что все данные необходимые для работы определенного участвительного алгоритма или вообще говоря процесса должны храниться рядом для того чтобы время выборки их стремилось к минимуму более того совместно хранящиеся данные имеют достаточно высокие шансы на одновременное попадание на смежные линии кэш-памяти процессора сначала второго а затем и первого уровня что также является наиболее оптимальным стратегией их чтение из оперативной памяти как сравнительно медленного устройства позднее мы увидим насколько медленной является оперативная память по сравнению с кэш-памятью самого процессора и в определенном смысле как минимум в порядке умозрительного упражнения будем воспринимать оперативную память как внешнее устройство доступ к которому без особой надобности является нецелесообразным аналогичные утверждения справедливы и в отношении кода инструкции которые должны выполняться одна за другой линейно последовательно во времени точно так же должны располагаться в пространстве прежде всего в пространстве оперативной памяти а затем и в пространстве кэш-памяти самого процессора Многие действия которые ведут к появлению формированию и поддержанию локальности выполняет оптимизирующий компилятор однако ему необходимо помогать и эту помощь должны осуществлять мы программисты помогать компилятору в таком сложном деле как оптимизация использования кэш-памяти без должной подготовки без опыта проведения определенных учебных и производственных экспериментов практически невозможно поэтому двигаясь далее по программе нашего курса мы призываем уважаемую аудиторию не стесняться в постановке собственных экспериментов которые покажут вам как следует и как не следует поступать помогая компилятору в оптимизации загрузки кэш-памяти процессора эти эксперименты безусловно невозможны без определенного пусть даже поверхностного знания схемотехники ЭВМ и организации вычислительного ядра процессора поэтому те или иные необходимые нам сведения мы будем упоминать и использовать в нашем дальнейшем курсе процессора вычислительного вычислительного вычислительного